Почему мы не можем в процессе обучения заменить статистики, подсчитанные по бачу, на статистики, которые подсчитаны при помощи скользящих экспоненциальных средних? Здесь причина заключается вот в чем. Когда мы рассматриваем статистики по бачу, то мы можем по каждой статистике сделать обратное распространение ошибки. А когда мы с вами рассматриваем скользящее экспоненциальное среднее, чтобы сделать правильно, грамотно обратное распространение ошибки, нам придется знать результаты работы нейронной сети на всех бачах, которые были во время обучения. И, конечно, это невозможно, потому что никакой процесс обучения нейронной сети на достаточно сложных данных не уместится в оперативную память любой существующей на сегодняшний момент видеокарты. Поэтому мы подсчитываем статистики по каждому бачу отдельно, чтобы сделать грамотное обратное распространение ошибки.